Сегодня российское правительство обязало руководителей почти трех десятков госкомпаний отчитываться о своих доходах, расходах и имуществе, так же, как это делают госслужащие. Соответствующее постановление подписал Дмитрий Медведев. В список корпораций, как сообщил вице-премьер Сергей Приходько, среди прочих вошли Олимпстрой, Фонд содействия реформирования ЖКХ, РЖД, Агентство стратегических инициатив, Росатом, Высшая школа экономики и информационное агентство ИТАРТАС. Отчитываться должны будут руководители компаний, их замы и главные бухгалтеры, причем не только за себя, но и за супругов и несовершеннолетних детей. Я считаю, что подобные стандарты должны применяться и по отношению к другим структурам, которые занимаются решением приоритетных государственных задач. Я подписал соответствующее постановление правительства. Оно определяет 29 государственных компаний и корпораций, бюджетных учреждений, унитарных предприятий и фондов, на которых распространяются соответствующие требования. Требования аналогичные требованиям, которые относятся к государственным служащим. Новый документ прокомментировал и пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, отвечая на вопрос, не вызвано ли это постановление с появляющимися в масс-медиа сообщениями о непомерно высоких доходах руководителей госкомпании. Тимакова заявила следующее. Данное распоряжение, посредственно, в логике той работы, которую ведет президент и правительство. Оно касается максимального декларирования не только доходов, но и расходов лиц, занимающих ответственные должности. Распоряжение председателя правительства касается тех лиц, которые назначены его распоряжением. Это 29 руководителей, и хочу сказать, что большинство из них уже представили свои отчеты за 2012 год по своим расходам.